На многие его работы жители города глядят ежедневно, даже не подозревая об этом. Архитектурно-интерьерные проекты Вячеслава Герасимова украсили не только Самару, но и города по всей России. Вячеслав Герасимов – единственный среди самарских коллег, кто попал во Всемирную энциклопедию художники мира всех времен и народов. Его работы хранятся в отечественных и зарубежных музеях. При жизни художника был создан каталог работ, посвященный его монументальному творчеству. А после смерти, когда разбирали мастерскую, выяснилось, что он создавал много работ в жанре графики и живописи. Все думали, что он только монументалист фактически, а оказалось, что и график, и живописец, и на таком высоком уровне все ему удавалось. Мне хотелось показать как можно больше, представить как можно больше творчества Герасимова широкому кругу зрителей. Те буклеты, которые у него были, несколько штук, они все как бы, ну, такие, к выставкам они делались. Монументальные панно Вячеслава Герасимова украшают здание Самарского университета на Московском шоссе. Госпиталь ветеранов войн, станцию метро «Гагаринская». Он создал витражи в Самарском дворце бракосочетаний и в областной филармонии, а также знаменитую мозаику Дома профсоюзов на Волжском проспекте. Каталог его работ делится на разделы. Это монументальное творчество, затем раздел живопись, картины, портреты, пейзажины, тюрморты и, наконец, графика. Такое сегодня было ощущение, что Вячеслав Дмитриевич, он где-то здесь рядом, слушает, вспоминает с нами. И, мне кажется, теплее обстановки даже невозможно себе представить. Наши двери всегда открыты. Наши двери открыты для того, чтобы мы встречались. И тот самый вектор любви отправляли вечно. В последние годы жизни Вячеслав Герасимов боролся с тяжелой болезнью, перенес ряд сложных операций, а когда не смог добираться до мастерской, работал дома. До последнего занимался делом всей своей жизни. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.